Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник. Меня зовут Наконечный Александр. Сегодня у нас с вами 2 мая и давайте рассмотрим ключевые события предстоящей недели. Важно отметить, что наш ведущий аналитик Артем Деев к нам вернется со среды текущей недели, поэтому понедельник и вторник с вами проведу я. Рассмотрим ключевые события предстоящего дня. Сегодня экономический календарь выглядит достаточно скучно. Сегодня мы с вами видим три новости. Это в 10.15 индекс производственной активности в Испании, в 10.55 индекс производственной активности в Германии и в 17.00 время московское индекс производственной активности в Америке. По ряду инструментов торговля ведется в ограниченном режиме, но по валютным парам торговли ведется точно так же, как обычно. Важно отметить из таких вот ключевых инструментов, которые постоянно у нас с вами находятся на обзоре. Это индекс доллара, который сейчас торгуется в районе 103.50. Судя по текущей цене, судя по графику, по тренду, индекс доллара будет продолжать находиться в восходящем тренде и цели 104.20-104.50. Возможно, это те значения, которые мы с вами увидим уже даже до среды, потому что рынок сейчас очень волатильен. Рассмотрим евро-доллар. Евро-доллар торгуется в районе отметки 1.0510-1.0520. И учитывая, опять-таки, текущее укрепление доллара, рассматриваем, что на этой неделе, 4 мая, будет повышение процентной ставки в Америке. И вопрос, насколько, либо на 0.5%, либо на 0.75. Это в любом случае новость, которая будет укреплять американскую валюту. И, соответственно, такие валютные пары, как евро-доллары, мы ждем еще ниже снижения. Цели остаются прежние, которые нам с вами озвучил еще Артем Деев, это 1.03.50. Ждем, весьма вероятно, что до среды, либо в среду. Это значение уже мы с вами будем видеть на графиках. Доллар и японская иена сейчас торгуются в районе 130.5-130.4. И, судя по текущей тенденции, доллар и японская иена будет продолжать расти, несмотря на то, что цены находятся уже возле очень сильнейших максимумов. Есть еще цены, куда есть, они еще куда расти. И 131-132 это перспективы вот на текущей неделе. Новозеландский доллар к американскому доллару. Текущая цена 0.64.30. Интересное событие будет завтра в 7.30, а именно это решение по процентной ставке в Австралии. Есть прогноз о том, что будут повышать ставку с 0.10% до 0.25. Такое прогнозное значение. Это очень серьезное повышение процентной ставки. В 7.30 с вами еще не выйдет этот брифинг, но вы как трейдеры уже будете об этом знать. Поэтому в это время, скорее всего, на рынке будет очень высокая волатильность. И как это может повлиять на рынок? Любое решение о повышении процентной ставки – это всегда новость, которая укрепляет национальную валюту. Соответственно, австралийский доллар мы завтра с вами ждем на повышение. Так или иначе, даже несмотря на то, что австралийский доллар к американскому доллару и новозеландский доллар к американскому доллару находятся в нисходящем тренде, судя по графику, им еще есть куда падать. Но на фоне этой новости мы так или иначе должны увидеть с вами всплеск волатильности, отскок, какое-то растущее движение на рынке так или иначе должно быть. Ну а с вами был Александр Наконечный. Вам желаю успешной торговли. Увидимся с вами завтра. Всего наилучшего. До свидания.